Приморского экологического оператора могут признать банкротом. ПО должен транспортным компаниям более 150 миллионов рублей. Этот долг предприятие обязалось выплатить к 13 августа за счет кредитных средств. Однако этого не произошло. Региональный оператор закрыл только малую часть долга. Часть средств поступает на счета транспортных компаний, говоря объективно. Но, тем не менее, это внушает для транспортных компаний определенную неуверенность. Потому что, если заявляются какие-то даты, заявляются какие-то действия, они не выполняются. Притом, такой крупный организация, как Приморский экологический оператор, это говорит о том, что положение финансовое у них нестабильное. Журналисты Союза независимых медиа связали с заместителем генерального директора КГУП Приморский экологический оператор Сергеем Лазаревым. Он не отрицал, что в обещанный срок погасить задолженность не вышло. Но заявил, что кредит предприятие все-таки возьмет и долг погасит. Только теперь региональный оператор конкретных дат не называет. Долг перед транспортниками у рек-оператора рос как снежный ком еще с мая. Поэтому транспортные компании, входящие в Ассоциацию перевозчиков Чистой Приморья, решили выставить досудебные претензии о возмещении денег за услуги, которые продолжали предоставляться все это время. «Если это не будет осуществляться в добровольном порядке, большинство компаний будут выходить на заявление о признании банкротством Приморского экологического оператора». Отметим, что Ассоциация перевозчиков твердых коммунальных отходов Чистой Приморья объединяет 85% краевых перевозчиков. Они перевозят 80% отходов по краю, а по Владивостоку – 95%. Денег у перевозчика хватает только на зарплату сотрудников. А как скоро региональный оператор возьмет кредит на покрытие долгов – неизвестно. Алина Черненко, Иван Еворский, Настасья Лихман, Денис Вадеев. Новости на Восьмом.